Сразу несколько вопросов приходится решать представителям российской рыбодобывающей отрасли. Это вечно актуальная тема продажи продукции, новая система сертификации для рыбодобывающих компаний и обостренная ситуация вокруг Лафатенских островов. На брифинге эти и другие проблемы обсудили рыбопромышленники и представители фонда дикой природы. Одна из самых серьезных проблем российских рыбопромышленников – сбыт. Рынок перенасыщен продукцией других стран. На первое место сегодня даже в Европе выходит Китай. Для того, чтобы стать конкурентоспособными, нужно ввести систему международной сертификации. Вот поэтому этот очень важный сертификат Морского фактического совета, он уже признан в мире. И вот это дает нам право выйти на те торговые организации, на те страны, где без этого сертификата практически продукцию трудно реализовать. Смысл основной сертификации именно в этом – дать потребителю это ощущение того, что покупается не только вкусный и свежий, но и экологически чистый продукт. Не только сертификация помогает поставлять на рынок свежий и чистый продукт, но и соблюдение экологических требований. Например, недавно норвежское правительство предприняло попытки открыть район Лафатенских островов для нефтеразведки. Это традиционная зона нереста трески, пикши и других пород. В современной технологии поиска нефти губительно сказываются на рыбе и появляется риск потерять уникальную экосистему и весь промысел. Поэтому вместе с рыбаками Норвегии наши рыбопромышленники настаивают на отмене этого решения. Если эта ценная территория будет открыта для нефтегазоразведки, за ним пойдет нефтегазодобыча, то естественно, что мы можем потерять вот эти богатые ресурсы, потому как на сегодняшний момент нет технологий, которые бы гарантировали полное отсутствие нефтеразлев. Но в чем закончится эта борьба, пока не может сказать никто, ведь у нефтяных корпораций политическое лобби более значительно, чем у рыбаков. Но, по мнению промышленников, главное не опускать руки.